Здравствуйте! Мы возвращаемся в прямой эфир репортера. Меня зовут Григорий Блайд. Сегодня мы поговорим о крайне актуальной теме, которая беспокоит очень многих граждан Украины. Примерно два месяца назад, 3 октября 2017 года, была принята пенсионная реформа. Два месяца – это тот период, за который можно понять, что изменилось в пенсионной системе Украины на примере Одессы. Мы сегодня говорим об этом с экспертами. Юлия Павлова – директор юридической клиники «Добрый день». Юридический аспект этого вопроса. Вячеслав Добровольский – представитель Одесского городского совета ветеранов. Здравствуйте! И Тамара Гартапан – замначальника управления пенсионного фонда в Одессе. Думаю, за полчаса мы попытаемся ответить на многие вопросы, которые беспокоят жителей Одессы. Звоните в нашу студию с конкретными вопросами, вы также участвуете в нашем интерактиве, который звучит так. Вы одобряете пенсионную реформу? Думаю, за два месяца можно понять, какие нововведения были приняты. Да, либо нет – голосуйте, в конце программы подведем итог. Итак, что мы, журналисты, поняли за эти два месяца? То, что многие люди до сих пор так и не поняли, что изменилось в пенсионной системе. Потому что многие люди, которые получали минималку, допустим, они рассчитывали на какие-то существенные увеличения пенсии. И вот на прошлой неделе наши журналисты общались с одесситами, с пенсионерами и говорят, я получал минималку, хотя у меня стаж 40 лет, мне добавили 160 гривен. Вот это самые большие, пожалуй, такие аспекты, которые беспокоят жителей Одессы. Вы возглавляете юридическую клинику, именно к вам приходят с подобными жалобами пенсионер. Какие в основном жалобы и что в основном беспокоит людей? Вопрос пенсионного обеспечения в Украине на протяжении многих лет является очень актуальной темой. С изменениями в законодательстве последние два месяца эта тема на слуху у нас. Каждый день приходят люди с данным вопросом. Сегодня вот чисто ради интереса мы заметили, сколько было людей, 11 обращений было только по пенсионным вопросам. За сегодняшний день? За сегодняшний день, да, только было 11 обращений. В основном какие вопросы беспокоят? В основном беспокоят вопрос о том, что человек проработал около 40 лет на каких-то тяжелых работах, а ему добавили 162 гривны. Или я прям взяла сегодня с собой обращения, которые люди писали. Ну и здесь вот только за сегодняшний день можем посмотреть большое количество, да. Человек проработал водителем на скорой помощи, у него стаж работы 39 лет, есть выслуга, а подняли пенсию на 62 гривны. Ну вот люди не понимают, почему так, почему в одинаковое время, когда выходят на пенсию, да. Кому-то подняли на 700 гривен, кому-то на 2000 гривен, а кому-то на 62 гривны. – Вот вопрос Тамаре Гартапан, вы, наверное, и не только к юристам обращаются с теми вопросами, и к вам тоже. И к нам, журналистам, звонят в редакцию, хотя мы не уполномочены на эти вопросы отвечать. Почему люди, которые, допустим, работали… Вот есть конкретный пример, да. обращался шахтер, который приехал вот в связи с событиями 2014 года в Одессу и говорит, вот, у меня стаж 46 лет страховой, я вышел на пенсию в 2008 году и получаю 3300. Мой товарищ, который вышел в 2016 году на пенсию с таким же стажем получает 8450 гривен. Почему так происходит? Ну, есть какая-то калькуляция, есть какая-то формула, по которой рассчитывается? – Нет прямой привязки к стажу. То есть, имея 40 лет стажа и обратиться за назначением пенсии, не предоставив, допустим, заработную плату, расчет пенсии, естественно, будет минимальный. Потому что идет формула расчета, в которой задействован как стаж, так и заработная плата. Поэтому эти показатели должны быть оба равновелики, то есть как стаж, так и заработная плата. Чем больше стажа, тем больше процентов возьмется от заработной платы. Что касается заработной платы, это тоже зависит от индивидуального коэффициента. То есть, это соотношение от заработной платы получаемой к средней зарплате по стране. – То есть, я так понимаю, ключевой фактор формирования пенсии по-новому – это не то, сколько человек проработал, а то, какая последняя зарплата у него была или средняя по стране? – Нет, это не только стаж, который он выработал, но и с какой заработной платой он работал. То есть, если человек всю жизнь работал на минимальную заработную плату, он производил минимальные отчисления в пенсионный фонд – это является гарантией его минимальной пенсии. Эта реформа была направлена на то, чтобы люди были заинтересованы в том и понимали, что размер их будущей пенсии зависит непосредственно от них. То есть, если сегодня они соглашаются, и им это приемлемо работать и получать заработную плату в конверте, то, естественно, и пенсия у них будет, может быть, будет на уровне минимальной. – Ну, то, что в конверте – это понятно. Это касается, в первую очередь, актуальных молодых людей сейчас, актуального времени, пенсия которых через 20-30 лет. Но вот есть и такие примеры. Вот, допустим, человек вышел на пенсию в 1991 году, получал высокую зарплату по тем временам – 130 рублей советских. Вышел на пенсию, получая практически такую же пенсию. Сейчас, по их словам, они получают 1400-1500 гривен в месяц. За годы независимости пенсия, которая была высокая в свое время, она практически обнулилась до 1400 гривен за вот эти 25 лет. То есть, изначально человек получал высокую пенсию. И почему-то она потом стала маленькой. Вот почему этим людям пенсионная реформа не предусмотрела вот этих вот преференций? – Ну, есть власть законодательная, есть исполнительная. Я отношусь к исполнительной власти. Я могу вам просто трактовать, что происходит. А почему не предусмотрели и почему, допустим, нет дополнительных каких-то льгот тем людям, которые, проработав стаж более 40 лет, 50 лет, но с минимальной заработной платы, не могу вам ответить. Я просто еще раз подчеркиваю, что размер пенсии напрямую зависит от стажа и от заработной платы. – У нас в студии Вячеслав Добровольский, представитель Одесского городского совета ветеранов. Я так понимаю, у военных, ну, ветеранов бывших силовых структур, собственно, другая проблема возникла. Им вообще не пересчитали пенсию. Им вообще не увеличили пенсии, в отличие даже от тех людей, которые получают минимальную пенсию, но им хотя бы на 60 гривен добавили. Вам вообще, я так понимаю, ни о чем речь не идет. – Да, речь идет о том, что, вот я хотел бы сказать о пенсиях, о которых вы сейчас говорили в предыдущем разговоре, что гражданская пенсия, все-таки мне хотелось бы, чтобы у нас у людей, они же я тоже в городском совете ветеранов, у меня дети труда, ветераны труда, дети войны и так далее. Они говорят о том, что надо прозрачнее это все делать, что сделали неожиданно, и никто почти не может разобраться, не только журналисты, не только специалисты, но и они, они ведь старики, и многие им непонятно вот эти закоулки вот этих наших подготовленных пересчетов пенсии, и это вводит в неприятные такие разговоры. Вот вчера был митинг, который провели силовые структуры, и я вам скажу, что там было процентов 30 было просто людей, которые гражданских, но получают гражданские пенсии, они подходили и говорили, скажите про нас несколько слов, потому что у нас явные ошибки идут, и мы хотим разъяснений. То есть наша задача и нынешнего круглого стола, задача о том, чтобы рассказать людям, побольше разъяснить, и это средства массовой информации могут это сделать. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы исполнительные структуры здесь в основном претензии к исполнительным структурам. Что касается военных, то в 1992 году был принят закон, и мы твердо знали, что деньги будут те, которые денежное содержание получает настоящие военные, они должны быть, как только их денежное содержание увеличивается, должно немедленно пересчитано быть пенсии. Этого не делало ни одно правительство. С 1992 года? Да. Ну, они пересчеты были. Пересчеты были в четвертом, восьмом, двенадцатом годах. Но эти пересчеты все равно искали какие-то выходы, чтобы уменьшить этот выход денег для пенсии военнослужащих. И поэтому мы собрали все силовые структуры. А в городе у нас 22 тысячи с половиной представителей силовых структур. Это не только военные, в основном это МВД, это Национальная гвардия, это те же представители АТО и те же пограничники и так далее, и так далее. Всего 14 структур. Мы собрались и решили предпринять митинг для того, чтобы напомнить президенту. А президент напомнил исполнительным органам, что пересчет должен быть как можно быстрее, потому что было принято решение сделать это еще в ноябре месяце. Однако заканчивается, ноябрь закончился, декабрь. Мы не видим денег в бюджете на эти цели. Мы не видим вообще перерасчета. И вообще мне хотелось сказать, как гражданские, так и военные пенсии, что необходимо докажет прозорость. То есть мы должны знать, какой будет пересчет. И может быть какие-то пилотные проекты. Потому что люди должны сначала почувствовать, а потом уже разъяснять. Потому что исполнительным структурам очень трудно разъяснять это все. Пенсионная реформа. Я понимаю, что вы отвечаете за гражданских. Пенсионная реформа распространяется на пенсии военных? Или это вообще совершенно другая история, связать с которой не имеет смысла? Пенсионная реформа. Связано это с тем, что вы говорите, что шахтер проработал. А все силовые структуры жили в очень сложных условиях. Это переезды. Это потеря денег во время переезда. Потеря мебели и прочие хозяйственные всякие дела. Кроме того, это жены, которые всегда работали на минималку. Потому что, имея высшее образование, они не могли работать. Это дети не могли учиться. Это травмы. Это вот сейчас воинов АТО, мы говорим. А их уже 250 человек, которые получают пенсии, как инвалиды. Потому что они стали инвалидами вследствие войны. Среди вот этих 22 тысяч, примерно две трети, это люди уже с инвалидностью. С инвалидностью. И, примерно, многие из них жили в очень тяжелых условиях. Конечно, они надеялись, что они получат равнозначную компенсацию за эту жизнь. С 2012 года, да, не было перерасчета? То есть, последние пять лет не происходило. А за последние пять лет можно почитать, насколько упал уровень жизни в целом, да? И насколько увеличилась инфляция, насколько произошло подорожание продуктов питания, услуг и прочих всех элементов нашей жизни. Я говорю, что по своей пенсии это в четыре раза. Грубо. А пенсия на уровне 2012 года? Да, конечно. Ну, я хотел еще сказать, у нас в Одесской области есть забытые районы. Рауховка, Белык, Лиманская, и в Украине таких много мест, где остались военнослужащие, которые не имеют ни угля, ни продовольствия нормального, ни воды нормальной. И они живут там, потому что их послали туда служить, они там остались, они просто не могут ехать оттуда. И, конечно, им нужна поддержка. Так, я не ответил на вопрос. Распространяется пенсионная реформа на пенсии военной? Ну, распространяется только в том аспекте, что, назначив пенсию в военном ведомстве по выслуге лет, ну, определенное приобретение права. И достигнув пенсионного возраста, если человек продолжал работать, он имеет право сейчас рассмотреть целесообразность перехода на пенсию на нашу, на общеобязательном государственном пенсионном страховании. То есть, если ему будет это целесообразно. Я хотел сказать, что многие переходят на гражданскую пенсию, потому что такая наша пенсия военная уменьшилась настолько, что нам выгоднее уже переходить на гражданские пенсии. Многие это сделали. Особенно это касается рядового и сержантского состава. Одним из важнейших постулатов пенсионной реформы, из уст Гройсман, это было осовременение пенсии и придание пенсии, может быть, такого статуса справедливой пенсии. Вы считаете пенсии справедливыми? Те, которые сейчас у нас, согласно новой реформе, выдаются уже и будут начисляться в ближайшие годы с незначительными изменениями? Я считаю, что в той ситуации, в экономической ситуации, в которой находится сегодня наша страна, все, что могли, на мой взгляд, сделали. И я не понимаю тех людей, которые, не приложив никаких усилий, не работав, не производя официальные отчисления, всю жизнь как-то сводя концы с концами и дожив до пенсионного возраста, они вдруг думали, что у них будет сумасшедшая пенсия. Я считаю, что в той непростой ситуации, в которой сегодня находится наша страна, было сделано очень много. То есть мы же не спрашиваем или не спрашиваем, допустим, у тех, кто недоволен реформой, почему он недоволен, почему у тебя пенсия была 949, потому что у тебя 5 лет стажа. А как же ты всю жизнь прожил? Как же ты прожил, не получая заработную плату? Ну таких людей же меньшинство, согласитесь. Их есть, их очень много. Нет, их очень много. А вот какие в основном люди? Вот люди в основном. Это в основном люди, которые занимались торговлей после 1991 года. Они нигде не работали, но они трудились в челнокаме, так называемые. Они трудились на себя. Ну вот в основном, да по статистике, может какую-то статистику вы ведете. Какие люди к вам приходят? И в основном, кто наши, вот средства детского пенсионера, кто эти люди? Это люди, которые, прошу прощения, это люди, которые действительно в годы независимости работали челноками и получали зарплату в конвертах. Либо все-таки люди, которые искренне не понимают, почему отработав там 10, 20, 30 лет, они до сих пор получают минималку. Вы знаете, за вот нашу практику, за мою практику таких людей в принципе не обращалось. Те люди, которые получали деньги в конвертах, наверное, их все устраивает, они не поднимают этот вопрос. А на сегодняшний день действительно поднимают вопрос у тех, у кого более 35 лет, 40 стажа. И как бы по людям видно, что они работали не один год и тяжелым трудом зарабатывали себе на жизнь. Почему так происходит? Вот в Украине у нас от чего зависит пенсия? Сама она зависит от трех аспектов. Это заработная плата, это показатель средней заработной платы в Украине и стаж. Последнее осовременивание пенсии было в 2012 году. Вот последние 3-4 года Сергей Васильевич Кивалов, мы с его помощью боремся, так сказать, в правовом поле и на уровне депутата Верховной Рады поднимает эти вопросы. И мы видим по запросам, что осовременивание пенсии проходило в 2012 году, когда средний заработок был 1217 гривен. Вот на этом месте, так сказать, пенсия осталась. Ведь пенсионеры — это люди, которые, наверное, самый незащищенный слой населения. То есть если человек взрослый, студент, 30-40 лет, может пойти на 2-3 работы как-то себя обеспечить, то пенсионеры — это уже люди, которые отработали 40 лет на производстве, здоровье не позволяет, лекарства и все остальное. И вот мы путем депутатских запросов постоянно поднимаем этот вопрос. Самое актуальное сейчас на сегодняшний день — это осовременить пенсию. Нам Минсоцполитики обещают. Осовременить — это привести ее на уровень экономики, рыночных условий. Учитывая, что в супермаркете каждую неделю дорожают продукты питания на 20-30 копеек каждую неделю, успевает ли за этим подорожанием пенсии? Вот это вопрос, который, пожалуй, беспокоит всех. Не привязана пенсия к ценам в супермаркетах, она не привязана. Нет никакой привязки ни к оплате за коммунальные платежи. Мы говорим о пенсиях. Если осовременивание, так оно прошло с 1 октября. И эту среднюю заработную плату в большинстве своем подняли с 1 197, которая была привязана еще от 2007 года, на 3 764. И средняя заработная плата сейчас нет никакой разницы от года выхода на пенсию. Ее подняли в 3 раза. Сегодня размер пенсии, получаемой человеком, зависит только от той заработной платы, которую он получал. Если его заработная плата была скромная, то и пенсия у него будет скромная. Я вот специально посмотрел статтю 46 Конституции Украины. Я вот процитирую. Пенсии и другие виды социальных выплат и помощи, что основным джерелом основания, мают обеспечивать уровень жизни на нижче от прожиткового минимума, установленного законом. С 1 декабря в Украине. Для кого? Это 46 стаття Украины. Для кого прожиткового минимума? Для граждан Украины. Да, есть для трудоспособных, а есть для нетрудоспособных. И это соблюдается. Прожиточный минимум для нетрудоспособных 1452 гривны. Да, для трудоспособных вырос на 78 гривен и составил 1762 гривны. Я понимаю, что многие из нас здесь сидящих мыслят формальными категориями. Привязка плюс-минус 2 гривны может для кого-то из нас очень много значит. Но, тем не менее, 1762 гривны – это прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине. Он вырос на 78 гривен. Я все-таки не устану повторять, что в супермаркете на 78 гривен я трачу каждую неделю больше. А покупаю не те же продукты питания. Каждый день. Что такое прожиточный минимум? Кто его вообще формирует? Что это за такая виртуальная категория? В том-то и дело, не мы его формируем, и это корзина. Это не мы этим занимаемся. Я понимаю, просто… Есть очень много парадоксов, которые действительно не укладываются в голове. Но давайте опять вернемся к пенсиям. Я понимаю, что есть минималка, да, эта статья закона соблюдается. Но давайте просто опять вернемся к тому, что непонимание людей, почему настолько повысилось или не повысилось. И с октября, еще раз говорю, сделано достаточно много. Было… убрали уменьшение пенсии работающим, который был порядок введен, и люди получали работающим на 15% меньше, но не меньше, чем 150% от прожиточного минимума. Эту норму убрали. Осовременивание провели. Провели осовременивание. Убрали пожизненное уменьшение пенсии, которые вышли досрочно в 55 лет. Это было временное такое. Женщины могли воспользоваться этим правом, кто достиг 55 лет и имел 30 лет стажа. Они должны были уволиться. Ему устанавливалось пожизненное уменьшение. Это тоже… с 1 октября это тоже убрали. То есть сделано было много. И если говорить о нашем районе, Центральное объединенное управление, у нас среднее повышение было 700 гривен. Я понимаю, что людей мало интересует средняя температура по палате или среднее повышение. Но тем не менее, даже эти минимальные пенсии тех людей, которые с 949 гривен им подняли на 1373, вот просто, это минимально, это у людей мог быть и 5 лет стажа, и 15 лет стажа. Это колоссальное повышение. Понимаете? А то, что, допустим, не понимают, не то, что не говорится, не освещается в полной мере то, что эта реформа не направлена на тех, кому пенсия назначена ближайшие 3 года назад. Потому что, в принципе, это было, чтобы реанимировать эти пенсии, которые были назначены 100 лет назад. То есть они уже, их инфляция съела. И вот чем дальше, и чем глубже человек назначил пенсию, и если у него в пенсии был потенциал, то есть это большой стаж и заработная плата, то, естественно, у него было и приличное повышение. То есть осовременивание, то самое слово, которое, на самом деле, о этимологии и значении, которого можно спорить, осовременивание. Ну, это какое-то такое виртуальное такое слово. По сути, это скрытый потенциал, оно подразумевает скрытый потенциал. Это стаж плюс... Нет, это подразумевает... Почему? Ну, просто я как журналист, я не понимаю, в чем осовременивание. Говорю, формула, расширка... Современность — это бензин по 30, доллар по 28 скоро. Вот что такое современно. А пенсии не современные. Ну, простите. Ну, извините, многие говорят, в этом законе многое говорится о 28-м годе. То есть имеется в виду, что перспектива, не всегда блестящая перспектива пересчета этих пенсий в 28-м году. Но вы сами понимаете, в 28-м году 50% этих ветеранов уже не будет. В 28-м году. И второй, я хотел еще один аспект добавить, что у нас роднит с гражданскими военной пенсии. Военные очень боятся офицеры. Им очень неприятно, что те офицеры, которые служили до 1991-го года, до 2004-го, 2008-го и 2012-го, они все разные. И воины АТО тоже разные. И эти воины АТО тоже будут обижены в будущем, если сегодня они нас не поддерживают, и вместе с нами были на митинге. Поэтому я хочу сказать о том, что и также гражданские пенсии. Разные годы, глубину лет, это все должно быть приведено к общему бою. Потому что если оно не приведено... То есть какая разница, когда я отработал 30 лет? С 1968-го по 1998-й год? Или с 1978-го года по 2008-й? Мне не важно, когда... Я не знал, когда меня мать будет рожать, понимаете? И когда я буду выходить на работу, и когда я буду стареть. Почему государство разделяет этих людей? Она не разделяет уже. Всех привели к одному знаменателю. То есть независимо, когда ты выходил на пенсию. Пенсия — это расчет, это математическая формула. Многие пишут, что этой формулы нет, что нет единой калькуляции. Есть калькуляция, есть стаж, а это процент. 40 лет стажа, значит, это 40% будет браться от среднего заработка. Заработок рассчитывается по формуле, то есть через индивидуальный коэффициент. И вот этот индивидуальный коэффициент по заработной плате, у кого он? Он у каждого свой, максимальный 5,6 в стране. То есть это может быть коэффициент и 0,2, и 0,3, и так далее, до 5,6. Вот этот коэффициент умножается и у всех одинаково на 3,764 и 40 копеек. Вот этот показатель у всех сейчас одинаковый. Если, естественно, у тебя индивидуальный коэффициент 2, то средняя зарплата для расчета пенсии у тебя будет 2 умножить на 3,764. И потом с этого показателя среднего заработка возьмется столько процентов, сколько лет у тебя стажа. К этому уже прибавляется доплата за сверхнормативный стаж, и если у тебя есть определенные статусные надбавки. Ну вы что-то поняли? Они не понимают. Вот если вы так объясните, я ни в коем случае не говорю о том, что вы все это... Мы делаем еще распоряжение из пенсионного дела, и несколько раз расскажем и покажем, откуда это происходит. Ну мне сложно представить, чтобы 78-летний или 80-летний пенсионер, который получил там 13 гривен сверху, понял все то, о чем вы говорите. Вот я не математик, я филолог, мне это очень сложно понять. Если бы вы хотели, и у вас было бы 5 минут после эфира, я бы вам рассказала, и я уверена, вы бы поняли. Пытаемся, но вот мы все-таки, почему мы собрались здесь, потому что вот приходят к юристам, очень стоит из людей, которые вроде как слышали это все, но опять не понимают, почему так. Ну вот они что-то высчитывают, и вот опять не понимают. Вот сегодня обратилась Вера Васильевна к нам, да, вы говорите, что сейчас минимальная пенсия после осовременивания 3,764, да? Нет, я не сказала это. Я сказала 1452 минимальная при полном необходимом стаже. И это пенсии платится и всем, у кого есть инвалидность, и это пенсии по потере кормильца, это тот минимум, ниже которого не имеет права выплачиваться пенсия. Ну вот человек проработал 43 года, ей подняли пенсию на 96 гривен, она получала 1506,78, теперь она получает 1603,54. Вот она к нам обращается с таким вопросом. Это проще простого. Математика — это самая, будем говорить, простая наука. Там, где не надо что-то думать и додумывать, просто берется расчет, который был до повышения с кратностью стажа с 1,35 и средней зарплатой, которая была присуща по году выхода на пенсию, и берется сегодняшний расчет. Вы увидите, что убралась, допустим, фиксированная индексация, мы ушли от этих несвойственных выплат, ушла, допустим, доплата по постанове Кабмина от мая 2012 года, там при полном стаже необходимым было по 50 и по 100 гривен. Эти выплаты ушли, остался чистый расчет, коэффициент стажа от среднего заработка. Если бы вы увидели наглядно два расчета, вам бы все стало ясно. Давайте поговорим еще об одном важном аспекте, это все-таки страховой стаж. Там существенные изменения произошли в связи с принятием пенсионной реформы. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно 25 лет трудиться официально. А уже через 10 лет, чтобы получать пенсию, нужно проработать 35 лет. Стаж можно будет купить, каждый год будет стоить почти 17 тысяч гривен. Вот вам вопрос. Много ли людей за два месяца купили страховой стаж? Сейчас действительно обратилось достаточное количество людей, которые обращаются к нам и отправляются в фискальные службы для заключения договора. Действительно, докупить стаж. Они знают, что они достигают своего возраста в следующем году и уже знают, сдали документы на просчет, что у них не хватает определенного стажа. Сегодня год стажа стоит, он привязан к минимальной заработной плате. И 22% сегодня это 704 гривны. Сегодня стаж один год стоит 8 с лишним тысяч. С января это будет ставка 1 к 2, то есть будет 16. Будет меняться минимальная заработная плата, будет меняться этот показатель. Но я не могу понять, что надо выйти и будет стаж. Работайте и не думайте о том, что вас не будет. Просто идите работайте. Почему мы не говорим о том, что у нас сегодня не направлены, не настроены работать, не ориентирована молодежь на том, что идти работать? Зачем мы раздуваем из мухи слона? Пожалуйста, идите работайте. И в свои 60 лет вы получите свою пенсию, ту, которую вы заработали. Просто молодежь не верит в то, что опять пересчета какого-то не будет. Нет уверенности. Вот у меня, например, мне 33, и я не уверен в том, что когда я буду выходить на пенсию в этой стране в 60 лет, я вообще буду что-то получать, вот честно скажу. Потому что может быть такое, что дефицит пенсионного фонда увеличится в 10 раз за эти 27 лет, пока я буду выходить на пенсию. И количество пенсионеров в этой стране будет втрое превышать количество молодых людей. И молодые люди не будут просто в состоянии обеспечить своими отчислениями в налоговую, в фискальную службу, процентами зарплаты, вот эту всю массу пенсионеров, к которым я буду относиться. Вот в чем проблема. И я так понимаю, вся эта реформа нацелена на то, чтобы максимально снивелировать вот этот колоссальный дефицит пенсионного фонда. Что вы предлагаете? Вот что вы конкретно предлагаете? Не работать вам официально? Я хочу посоветоваться. Да, у нас буквально 2 минуты до конца. Я как себе представляю, я как молодой человек, который может быть не совсем понимает в этих математических формулах, который не понимает и многие пенсионеры, я хочу откладывать энную сумму от своей зарплаты на какой-то банковский счет, надеясь, что этот банк не лопнет, что когда-нибудь снимать по капельке зато банковского счета. Банки все боятся иметь дело с банками. И это как в своем роде... Это другой уровень пенсионного обеспечения. Это пенсия. Солидарная система сегодня вот она действует. И мы говорим о реформе в солидарной системе. Она копительная, ее только сегодня разрабатывают. Действительно для того, чтобы... И сложно стартануть, когда экономика и инфляция на таком уровне в стране. Сложно стартануть. Но тем не менее, давайте говорить о том, что каждый должен заниматься своим делом. Это предупреждение на будущее для молодежи. Потому что надо думать о пенсии уже в 20 лет, 30 лет. Надо думать о своей пенсии в будущем. И искать те ходы, чтобы и получить. Потому что особенно обидели в том числе и врачей, в том числе и учителей, и научных работников. Мы это знаем. А сейчас основной перекос происходит с тем, что все-таки молодые люди должны... Которых меньшинство в этой стране, трудоспособного населения, молодых людей, они вынуждены обеспечивать... Не вынуждены. Мы должны по закону обеспечивать тех людей, которые вышли на пенсию и 20 лет назад, и 30 лет назад, и 5 лет назад. А они живут. Они живут, да, естественно. Они должны жить. И государство должно о них заботиться. Но, к сожалению, это происходит не так, как многие хотят. Спасибо огромное за то, что пришли в нашу студию. Разъяснили многие сложные вопросы. Оставайтесь с репортером. Счастливо увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...